Продолжение следует... Вот, я знаю, что у вас даже появились какие-то постоянные друзья. Вот расскажите, пожалуйста, о своих вот друзьях, о том впечатлениях. Ну, вот я уже поделился и говорю, что это нужно делать. И очень хорошо то, что эту тенденцию завела Наталья Шульга, которая была директором Ярославского цирка. Она создала первый социальный цирк в нашей государственной цирковой компании. И там мы многому, в принципе, научились от нее. Мы на представлении приглашали детей с ограниченными возможностями, на репетиции устраивали мастер-классы. И ребята, они очень были благодарны. И знаете, даже больше всего поражало, конечно, тот момент, когда слепые дети приходили и щупали слона, и потом рассказывали свои ассоциации. Кто-то говорил, кто-то говорил, что нога похожа на дерево, повод похож на змею, там, хвост похож на ветку дерева, ухо на лаваш, на лепешку. Вот, это тоже так было трогательно. И я думаю, что им надо дарить такие радости. И каждый человек должен что-то внести свое, свой труд, свой флаг. Вот мы, как артисты цирка, естественно, будем помогать именно в таком ключе. Приглашать на репетиции, устраивать мастер-классы. И всегда отзываемся на приглашение, участие в таких мероприятиях. Ну вот, в связи с этим можно ли вводить такой термин, как слонотерапия на ряду? Слонотерапия? Ну, можно. Если это будет помогать, то почему нет? Конечно, можно. А я думаю, что общение с такими детьми, это бесценный опыт для любого человека. Вот вы чему-то у них научились, общаясь с ними? Наверное, сила воли и, наверное, вот этой радости жизни, радованию жизни, несмотря на то, что у тебя не все так хорошо, как у других. И вот это, наверное, самое главное, почему можно учиться в таких детьми. Ну и все мы знаем историю Виктора Котчкина, который сейчас выступает в цирке за башеном «Мальчик без ног». Мы знаем, что многие талантливые дети с синдромом Дауна, они изучают языки, они поступают в институты. А вот насколько вы видите перспективы участия вот таких людей в цирковых программах? В каких бы жанрах они могли бы быть востребованы? Как вы думаете, есть ли вот какие-то перспективы участия в дальнейшем развитии? Это нужно делать, конечно, специальные образы и, конечно, тоже по возможности того или иного ребенка или того или иного человека. Но все мы знаем, что сейчас наш коллега и друг Смоленец Виталий, да, он работает, вы знаете, в своем состоянии, да, который потерял ноги и через восемь месяцев вышел на манежку, это приветствуется зрителям и приветствуется его силоволю и его любовь к жизни. То есть, вы видите, появляются все больше и больше таких людей на нашей арене. Закончены совсем скоро здесь на ваших глазах открытие этой волшебной площадки для того, чтобы мы все исправились, радовались тоже. Именно потому, что они вот сами балансируют их постоянно на этой грани. Что вы об этом думаете? Ну, я думаю, что действительно это большое уважение к таким людям, к паралимпийцам. Потому, что действительно мы каждый раз выходим на манеж и мы не знаем, что может быть с нами завтрак. И когда поздравляем все друг друга с выходными или с началом или с окончанием, и в наших поздравлениях присутствует некая радость и веселье, это означает о том, что у нас все хорошо, мы живы и здоровы. Друзья, я думаю, что это вторая площадка, вторая инклюзивная площадка в России. Это первая площадка в России. Парал, вот, 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 вот. Вот на ее спине, наверное, еще на ней, наверное, она пусть и сблюет по тебе. Так, держу. Спасибо огромное. Спасибо большое. Здравствуйте, разрешили пожать руку в легенде? Советский спорт. Андрей Димитриев-Корнилов, рисовщик спанов. О-хо-хо-хо-хо. Да, тоже руку пожать. Как вы себя обращаетесь? Нормально. Конечно. А сейчас какое представление идет? Сейчас на Светом Бульваре. Светом Бульваре. Да, да. Мы делали блюз. Мои дети были, с моей детьми были, им очень понравилось. Ну вот, мы со слонами. Да? А где вы проводите? На Светом Бульваре. На Светом Бульваре. Дружище. Ну, конечно. У меня бабушки. Они жесткие или вы далека? Я думаю, что нет. Они все-таки очень умные, поэтому тут нужно терпеть. А сейчас будем нас в голове? А где мы сейчас заниматься будем? Сейчас пойдем на аттракционы. Дальше. Куда, 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 куда. Да. Пойдем. Что у тебя ждут? Все. Что у тебя ждут? β파ах Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова олик